Всем привет, привет, шалом, шаббат, шаббат шалом, привет, привет, идем гулять. Суббота, 17 ноября 2018 года, Рождества Христова, 17 ноября 2018. Суббота, шалом, шаббат шалом, мы ходим на Добре, в нынде, в нынде, в нынде, в нынде, в Добре. Просто идем гулять, это был добрый день, плюс 12 градусов, вкусный свет, у нас был битвенди, Хороший суббота Очень приятная суббота Хорошая погода Идем прогуляться Спасибо за субботу И что вы любите Спасибо, кто делится И жмет сердечко Идем гулять Надеюсь, меня хорошо слышно Вы слышите меня хорошо? Потому что я использую Вайллосный новый тип фон И это просто айфон И АЕКСМАКС АЕКССМАКС 512 ГБ Не стабилизированный Просто термористовую Да, спасибо А, это наш Хокканбул Пак Нарвай Мы почти готовы А вообще готовься А еще месяц Это наша Приятная Привет Хорошо слышно, да? Звук нормальный? Просто Никакой стабилизации Только телефон в руке Новейший айфон И вот такой крутой микрофон Надеюсь, что он хорошо работает Окей Вид с трансляцией Вот еще один Слышно, да? Тихо Я могу громче говорить Просто я не могу Вышли Сейчас Должен быть Есть Благодаря 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 В Турске Подписывайтесь сразу Пожалуйста Собщо И Смотрите прошлый Дрона Версей Мы 16 тысяч живых Городов В 16 тысячи нас смотрели, не знаю, если это было раскручено или нет кем-то, я не в курсе. Спасибо. Да, мы двигаемся на другом стороне дороги, это правильно. Просто как в Ингландии. В Ингландии то же самое. Это холодно. Цвет немного холодный, но не будет холодно. Просто холодно. Это хорошо. Парк, дети, у них есть огромный процесс в городском центре, сегодня, против домов... ...бездомных... ...бездомных. ...бездомных. Как бы бомжи бастуют, скажем так, по-простому. ...бездомных. И одна из крупных партий есть, что называется, арт-феш. Это, в основном, моя часть. Сегодня. Мы, конечно, об этом поговорим в Brexit. Я могу сейчас прыгать, потому что у меня есть трех платьев. Да, много бездомных бастуют. Они хотят жилья. Еще много заброшенных жилья. Вот, поэтому в центре города идут какие-то протесты. Ну, я живу в честью в 12-ти километров от центра. Центр вот так. Центр вот так. Центр вот так. Я влезу два часа назад, но... ...вот еще не полностью влезу. Поэтому я делаю это влезу. Чтобы проснуться, собственно, я гуляю. Вчера очень поздно сидели в соцсетях. Да, там такие жидкие какие-то протесты уже в центре. Но это 12 километров в ту сторону. А мы просто погуляем 10 километров. Мы пригородка. Мы как-то близкие. Это немного влезо, но красиво, теплый, сузлый. Это красиво. Итак, вчера я у меня был очень успешный взлет, я думаю. И это на YouTube тоже. Если вы нажмите кнопку, то вы можете видеть мою YouTube-канал. Фотографии на Инстаграме. Я не верю. Это было очень хорошо. But.. Сudist key. У меня почти вчера хорошо полетали. А сейчас просто погуляем. Обычный пригородублер. iPhone in my hand and Bluetooth, microphone, nothing else. And I hope it works well. I have a stabilizer, but it's extra trouble to carry it. Well, it gives a better quality. это посвящая часть мог ангел 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 да то есть просто я гуляю чтобы проснуться окончательно все проветриться и заодно такой тихий пригород улица как о шанель как о шанель очень ухоженно очень приличные люди вот она инвестировал много денег вот в эту в область просто своих построили в честь него названы многие даже улицы многократно повторяется эта тема она реально очень помогла вот этому району не понравилось сенька все ради хаблоса фирос аспект и нынш прошу не говорю по-русски ажипар французский мальчик мой французский не идеален но кое-что я могу сказать хорошо понимаю да прекрасно это последний айфон и очень красиво гамма цветов вот наш секретный приход наверное уже все видели сюда мы заходим педестрии по свой из только можно пройти на велик можно покатить гироскутер но машина не правит вот большой уклад такой кружочек здесь очень мило тоже здесь гулять вот смотрите как и нас но места надо знать такая не спрятанная то есть там многие тупики там это много клич вместе совместно как будто муж гаражи все вот все же прицеп мы гуляем просто с телефоном хорошее утро рад тебе видеть просто телефон в руке никакой даже стабилизатор хотя мне есть с ним лучше на просто вчера поздно сидели интернете ну кс вчерашний полет дронов был классно что получился и в youtube я там чуть поменял саундтрек потому что скорее много мрачновато там вторая часть по ну в общем я лучше работает пусть пусть живут я понимаю что вот просто для а мне надо размяться у нас центре сейчас дублина горюки гигантские протесты идут против бездомности здесь как бы люди что все при домах да 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 ну как бы сказали я я просто выбрал он так спешки уже уставший бог и вот лучше получил петр ильич чайковский замечать все там всегда мне подходит а ведь что-то лучше это ремонтика я так ненавязчиво снимаю чтобы их не смущать привет свежий сергей зашел к нам мы у дима были только что у лектора не просто пришло время погулять так что просто погода-то хорошая в принципе вот а потом позже к вечеру все вернуться с протестов выпьет пивка там в пабах вот это спит народ начнет немного хулиганить я думаю что да погода классно у нас плюс 12 часто ветра почти нет здорово весело тихо кто-то спит кто-то в центр кто-то на шопинг в субботу же рабочий день я на евреев шаббат на и кстати шаббат шалом кому еще не сказал вот а мы просто гуляем такой тихий хороший райончик здесь держу все очень ухоженно мило народ приятный это такой средний класс живет это не какие-то супер богачи они живут других местах с огромными заборами у нас такой есть шаббат шалом то есть здесь есть разные места это просто такой относительно среднячный район но он уютный он хороший дворики я не пытаюсь кого-то вот сильно смущать если кто не любит когда снимаю что я подумаешь человек айфон в руки кто не видел айфонов такие прикольные деревья смотрите обалденно тут у меня рачки прикольно с нас вот очень просто даже стилистик с нас все помешанные на гардене everybody is a little bit obsessed with garden myself including my garden you've seen many times I'm sure but look I'm not the best at this some people doing better but I'm ok pretty good если хочется очень обнять березку вот пожалуйста у меня тоже растет своя березка я ее обычно обнимаю у меня тоже растет березка прямо во дворе во внутреннем дворике у меня два дворика задний передний францент до горнцевых большие звук маза ваша вспомнить о россии потому что здесь берез не меньше чем в россии да я конечно учился в москве поэтому я родился я как известно в болоте по лескам болоте посреди это где-то на границе в белоруссии с украины вот березки можно обнимать сколь угодно почему здесь классно тут нужно ходить дружелюбно я здесь люблю на героскутрии ахабаджар скутер ахабаджар скутер иногда такие поездки у меня больше нравится как ни странно вот съемка вот с телефона просто даже с руки он очень неплохо и так натурально конечно с этим стабилизатором обещалась мобал лучше выходит спор нет но и скажешь что это фиат прикольный да все от настоящее 12 года 1 3 2 1 13 года банальных и такси всё-таки да да забранды скрыть кассе сухов все у них оффи усинамбл вези бест Maybe Cork is nice, but Cork is more flooded than Dublin. А, не о чем смотреть, я не притый, не выспался. Вот красивый твой город, знаете. Классно сделано. Просто Дублин, чем вот хорошее, я говорю, здесь одна из лучших погод. Нас прикрывает Виквел Маунтин с одной стороны, а с другой стороны у нас холмы, море есть. Океан недалеко, 4 часа есть. Это все рядом, как бы, да. Hello, welcome. Walking in... It's 12.43 in Dublin. I am... well, p.m. Sorry, sorry, p.m. And just afternoon. Yeah, a lot of houses sold, they expensive, I mean, walking in this house, It's not the nearest, but it's modest, maybe three-bedroom. Could cost half a million in this area, it depends on the area. It's expensive, not as in, let's say, Brooklyn or Manhattan or London city, but it is expensive. Okay, so we've done this part. So we go to bigger road. Пойдем на большую дорогу. Привет, Джеффрикс. Привет, дорогой. Рад тебя видеть. С нашей прогулкой по Дублину. У нас 12 градусов плюс. Очень милый южный ветер. Я иду по улочкам, сейчас я выйду на большую дорогу. Вот. Очень хорошая погода. Вчера был прекрасный полет дрона. Посмотри, повтор если ты пропустил. Он есть на этом канале. Было 16 тысяч просмотров. И попали в топ перископа. И в Литюбе есть вот собачки. Детям собачек. Это не опасно, поскольку они зарешают. Смотрите, какие красивые. Блин, у меня нет еды ему. Я бы ему покормил, но нечего. Он хороший. Мне жалко ничего нет. Чем-то недоволен. Собачка, да. Собачка хорошая. Я бы покормил. Я обычно вот что-нибудь такой таскаю мелко. Кормлю. Ну просто к сожалению еще нет ничего. Не задумался. Вот. Окей. Какой хороший пикап. Как вам нравится? В 4 вверх. Ну класс. Простой. крутой пикап. Митсубиш. Такая штука. Круто. Пойдемте на большую улицу. So we going to the biggest street. Пикап. Кого-нибудь. Может быть. Мы сейчас выйдем на такую большую улицу. И пройдем здесь. Jeffix. Ну привет. Продолжаем. Здесь короче я выхожу на такую улицу побольше немного. Ну она такая не то чтобы крупная. Такой закрытый уклад где мы были. Вот такие вот домики строят. Горочки какая. Прикольно. Да. И вот везде солнечная батарея. Несмотря на ирландскую погоду как видите солнечная батарея очень актуальна. Забавно да? Вот. Называется roundabout. Перекресток. Перекресток. Перекресток на самом деле он там. Но мы туда сейчас не пойдем. Никуда. Потому что мы пойдем другим путем. Как дает товарищ Ульянов. Лежащий в мазалее. Вот. А вот. А здесь есть хорошая батарея. Кстати очень приличная. Куда иногда рыбу заходить. Вот. Здесь. Он открыт. Работает. Сможно выпить пиво. Но мы сейчас не пойдем выпить пиво. Наш путь пойдет. Вот. Эти. Ордли. Род. И мы прогуляемся в другую. Немножко. Скоро. Вот. Смотрите. Какой-то ремонт. Очень много щеп. Да. Я могу говорить английский. Извините. Я могу говорить английский. Русский. Французский. Ампоко итальянский. Ампоко итальянский. Ампоко итальянский. Ампоко итальянский. В общем. Ампоко итальянский. Ампamped Doom. И on зima с нею. По словам я говорю на русском и английском. Ампоко итальянский. Ампоко итальянский. В общем. Ампоко итальянский. В общем. В общем. центр Dublin against homelessness and so probably all girls are there because I cannot see any girls or boys oh there are some bigger cars as well you just miss some parts so we have bought some as well it's one of quiet streets but it's not a bit of traffic yeah, there's a lot of leaves you see, they collect them into these bags in these boxes they collect these leaves and then they collect them from City Council you look here, they collect these leaves and they collect them they collect them, they collect them and they collect them, not evergreen they are aggressive as soon, and then collect them into these bags and so И это будет собраться по городу. Здесь все очень интересны, но... А, это машина, которая привезает брать в дом. Это один из бакеров. Брэннс, это фирма, которая поставила хлеб. Дома, супермаркеты. Здесь живет, наверное, водитель. Но здесь парковка такая, видите. Да, наверное, живет водитель. Это, наверное, семейный дом, приличный, нормальный. Вот таких развозят свежий хлеб. А здесь хитинг-сервисы. Плумение и хитинг. Боллар-сервисы. Здесь много живет такого делового. Ну, как бы, народа среднего класса. У нас очень много пальм. У нас очень много пальм. У нас много пальм. Как вы можете видеть. Так что климат очень холодный. И, в основном, мы можем получить пальм. В общем, да, из-за мягкого такого климата в Ирландии очень много пальм. У меня лично там 5 пальм растет. Спасибо. Я рад все понимать. Если бы я взял стабилизатор, было бы лучше. Но, по-моему, внутренняя стабилизация айфона очень приличная. Поэтому я не стал париться. Тем более, вчера поздно сидели. Вот. Так называется Ardly Road. Это приятная, относительно не самая загруженная улица. А сейчас мы повернем направо. Это будет улица опять имени Коко Шанель. То есть, самая, которой очень много инвестировала. Это чудная пальма. У меня, я говорю, по-моему, 5 пальм растет. Я точно могу ошибиться. По-моему, 5. Еще одна такая, не знаю, назвать ее пальма. У нас березы растут, елки, пальмы. В общем, все что угодно. Вот это Коко Шанель Авене. Вот очередная береза. Можно ее опять обнять. Таскуя по родине. Давайте обняем еще одну березку. У меня своя как бы есть. Я ее обычно обнимаю. Ну, давайте. Вот. Вот. Идет. Да, это Коко Шанель. И к вам их часов. Классно так. Вы слышали, что Путин Владимир Владимирович сломал себе чашечку в ноги? Это ужасная, конечно, история. Он, возвращаясь с Сингапура через Японию, сломал себе чашечку, как сообщили все СМИ. Песков, естественно, отрицал. Ничего подобного не происходило, однако это факт. Так что, пожелаем Владимиру Владимировичу, да, так сказать, выздоровления. Аллаху воистину Акбат. А Шаббат ушел. Давайте обнимем в честь всего еще одну березку. Вот. Если кому нужна береста, для берез у меня огромное количество. Вот упавшая ветка. Могу прислать как сувенир. Кстати, надо устроить какую-то викторину, мне кажется. И, так сказать, послать какие-то подарки из Ирландии. То есть, можно заказать леприкорнов, зеленые шляпы. Да, да, да. Да, да. Я говорю, что мы должны создать какие-то подарки для Хрисмасса. Для моих лучших подписчиков и зрителей. И у нас есть интересный шоу. Как мы хотим стать миллионерами. И, может быть, некоторые люди могут получить какие-то подарки для меня. Из Ирландии, из моего сердца. И это будет красиво для Хрисмасса. Не думаете? Почему мы это делаем? У нас есть левая. Короче, доставка там. Чего-то привезли. Да, надо разыграть какие-то привезли. У нас есть птица. У нас есть левая. Приоценим. Надо разыграть перед Рождеством. У нас Рождество 25-е, как вы знаете. Да, оно, чтобы Почта России успела доставить там в постсоветское пространство. Надо заранее. Какие-то призы. Устроить викторину. Ну, не знаю. Надо придумать тему, во-первых. Какую-то историческую, может быть. Я не знаю. Географическую. Что-нибудь такое. Ну, я могу говорить американский английский. Но обычно я говорю британский английский. Но, как я живу в Ирландии, у меня есть локальный акцент. Но, когда я пойду в Ирландию, я переключаю правильный английский. как она говорит. Или, если я пойду в Ирландию, я переключаю в несколько дней почти на правильный акцент. То есть, я могу делать это. Я не думаю. Я не думаю. То есть, чтобы переключить акцент, я не думаю. Просто это происходит автоматически. То есть, если я вот день-два там нахожусь вот в Англии, я перехожу на чистый английский. Здесь, как бы, такой с ирландским акцентом. Британский английский. Да? Просто многие считают, что английский это вот американский. Вовсе нет. То есть, образованные люди в Америке, многие говорят с английским акцентом. Будьте поржены. Ну, в Голливуде уж точно. Просто это разные. Привет, привет. Разные акценты совершенно. Вот. И поэтому... Ну, это такой переход. Но я не актер, послушайте. Я же не актер. Вот мне это тоже умиляет дерево. Это Баобаб. Только еще маленький. Смотрите, это на самом деле Баобаб. Просто он еще не вырос. Но он вырастет своими. Захватит всю эту площадь. Еще такие странные деревья растут. Куда полететь? Я не знаю. Вот сейчас хорошо где. Вот на Канарах хорошо всегда. Я вот всегда на Канар летал в это время года. Когда у меня такая осенняя депрессия, я летел на Канарах. Тонариша или там Гран-Канария или что-нибудь такое. Вот. И там классно. Можно полететь. Ну вот на Ибицу там... Сейчас не самый лучший климат. Можно в Египет полететь. Но там стрёмно. Там террористы всякие. Но тема Египта... Ну, наверное, не так стрёмно. Это прилично. Я не договорюсь. Я слышу millimeter. Я слышу большую. Я слышу название таких. Я слышу невероятно. Я слышу редко шоу. Я слышу умhai. Я слышу большую. Я слышу большую, как он слышу ярко. Я слышу очень ярко. Я слышу о privat. Нет, я не был в России, я не был в России, но я учился в Москве, я учился в Москве, в Университете, так что я могу говорить в России очень хорошо. Я медицинский профессионал, в биомедицинском исследовании, в том числе и в организме. Я не говорю в Светочном языке, не в Светочном языке. Я учился в Москве, в Светочном языке, в Светочном языке. Вы можете видеть русский, не айкон. Я родился в Москве, в основном, в Москве. Да, короче, разговоры о Киардусе на болоте. Да, я имею шведские и шотландские корни, а также польские. А, вы говорите французский, да? Наспад, консулы. О, хорошо. Да, это не консул. Нет, нет, нет. Это довольно средний класс. Не совсем. Немецкий корни. Ну, у меня немецких нет. У меня шотландские есть. Польские, шотландские. Наверное, украинские какие-то, белорусские, русские тоже есть. Как бы я такая страшная семья. Еврейский. Да. Естественно. Мосли. 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 В общем, у меня нет второго паспорта. Никогда не было. У меня был советский паспорт когда-то. Ну, когда советский союз распался, я его продлевал, как какие-то штампы, страницы, клеили. В общем, когда он истек, у меня вообще никакого не было. Пока я ждал ирландское гражданство. Ну, это недолго. Там уже оно было на подходе. И вот потом я получил, мне этот паспорт запрали. Я его сфотографировал, остался к сервису. Паспорт запрели. Ну, ну, все нормально, люди начинают выпукав. И мы почти дома уже возвращались. Так что мы почти закончили. Спасибо за просмотр. Это был пауз. Так что... Мы разобрались нашу паспорт. И я домой. Да, все уже как бы разбежались. И просто... На самом деле ничего же кстати не происходит. мы просто гуляем по улице вчера там дрон был он чуть не упал там была драматика а сегодня вот такая фигня о сэнкс фуфа фуфа инга и enjoy the previous show on all of the drone flight соусы губать миха